приветствую всех с вами холдым и мы продолжаем проходить игру тани бани другая история зайчик другая история по пути так скажем получается отказа от прогул от дела с ромкой и сейчас будет самое интересное именно то что предыдущей серии которые вам рекомендую глянуть мы поболтали с полины рассказали и наш страшный секрет по поводу лисы и она поделилась с нами интересными интересными данными о этих так самых обитателях ну как которая конечно часть из них мы и так знаем из оригинальной игры но все равно приятно что приятно узнать что полина них осведомлена вот вот так давайте уже узнаем что будет дальше рекомендую подписаться на канал а то из на у нас на канале смотрят наши видео из подписанных только 55 процентов и все остальные не подписаны вам ничего не стоит именно нажать на кнопочку так вы на кнопочку подписаться на колокольчик так военных видео узнаете первыми и пополните нашу семью и промотивируйте меня продолжать выпускать ролики чаще ну а так погнали следующий урок обещал быть невероятно скучно особенно у этой много опере опережающий школьный программ все за парту я достал учебник русского и принялся бесцельно листать странице стать интерес да у них у них программа реально немножко такая захолустная ну что в коже скажешь деревня что-либо записывать интереса не было тем если были заняты полиной и утренней стычкой а вот и конец урока как только прозвенел звонок я сразу же вышел из класса и с нетерпением и с нетерпением ожидая продолжение разговора с полиной так петров срочно придумать темы для разговора поздно приветик еще раз так петров ты ничего не придумал импровизируй приветик о этот урок был таким скучным кстати ты случайно не знаешь где рома и его бреху прихвости ты про бяшу да он мне никогда не нравился крутится хвостиком и поддакивает постоянно а без ромки ничего сам сделать не может почему полине интересно где сейчас ромка я и сам не знаю холодно ответив я опустил глаза а зачем они тебе просто хотелось удостовериться что сегодня их не увижу полина что-то не договаривает антош мне тут помощь нужно недалеко прямо в кабинете музыки кабинете музыки я же умею я же не умею играть какая помощь с моей стороны ей могла понадобиться но так или иначе имею ли я сейчас право отказать конечно же нет товарищ никакого права да давай помогу отлично пойдем вот нам сюда полина легким взмахом руки распахнула дверь и бодро прошла внутрь я же чуть менее решительнее чуть менее решительнее шагнул за ней красивый класс ты же еще не был в этом кабинете до оставлю с остановивших дверях я стал осматриваться ага я здесь впервые продолжая изучать стены и портреты висявшие висевшие на них я заметил стертые записи сделаны сделанные на доске а тяжело запомнить все эти ноты достаточно не лениться и не пропустить уроки не пропускать уроки сальф сафи сафельджо там все при там все предельно просто а что хочешь научиться играть на музыкальных инструментах спросив это лицо полина озарилась еще более светлой улыбкой что заставило меня задуматься умение играть на музыкальном инструменте это ведь круто особенно на пианино мы могли бы вместе с полиной сочинять свою музыку и я бы играл на пианино а она на скрипке вместе мы бы ездили по разным странам выступали выступали родители нами гордились бы было бы неплохо научиться какие инструменты тебе нравится думаю пианино а ты знал что пианино отлично дополняет скрип их им и ласковым голосом спросила полин приятные мурашки побежали по всему телу и вместе они отлично звучат и абсолютно прав антоша мне нравится когда она меня так называет ой это прекрасное сочетание полин слова сами вырывались из уст щеки загорелись пульс участился и сам уже и сама уже душа ожидала интригующего продолжения ее глаза заставляли дыхание замирать они словно гипнотизировали поглощай а ее ласковый голос определён о а полина ты тут ой от неожиданности полина быстро отпрыгнула от меня в сторону только не она катич катя черты и побери а кто пришел ах ах вот ты где не надо какой-то более мерзкий голос для нее сделать что ж такое даже если она заслуживает права попасть ко мне на превьюшку добро пожаловать а теперь продолжим с этим изгоем дружбу водишь что хочу сказать ромочка получше вариант будет выбирать тебе конечно же да и ухаживает он за тобой явно лучше чем этот очкарик рома ухаживает за полиной хотя мы просто общались полиночка я не слепая и видела как вы тут чуть ли не целовались роме бут будет очень неприятно узнать что его девушка целуется с каким-то неудачником ой я зло сжал кулаки однако слова смирновой были настолько же противны насколько и интересно катя можешь выйти из кабинета оставить уже нас в покое ах полиночка променяла свою подругу на неудачника неудачник у которого завтра появится синяки по всему телу вот вареныш вот вареныш она в лучшем случае да 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 посмотрев на полину я впервые увидел ее разгневанное лицо заткнись жалкая сплетница ах даже так ну давай покажи на что ты способна подружка как в старые добрые давай давай не желая даже представлять во что сейчас может вы ли во что это может вылиться я шагнул к катя ты слышала что тебе сказали неистовая злоба закипела в моих жилах будто насмехаясь над над моей сдержанностью свали отсюда смелости набрался я смотрю с рук тебе это не сойдет антоша я сказала я сказал тебе свалить отсюда смирнова поправив воротник катя немедленно и неторопливо вышла из класса перед этим бросил взгляд на полину он был как всегда решителен однако проблески беспокойства говорили о выигранной битве жаль что эта битва начала войны а ох антоша мы были слишком грубы с ней не думаю что ласковые слова повлияли бы на нее так же сильно как грубы это я виновата что она стала такой на глазах полины выступили слезы что она имела в виду почему ладно неважно забудь антон возьми пожалуйста вон ту стопку нотных тетрадь и которая лежит на стуле да конечно что то это подозрительно чё ж она такое устроила мурашки почему у меня от этой мысли о том что она могла вытворить мурашки я поднял на руки большую стопку тетрадь полина полина же взяла скрипку лежащую на пианино в углу кабинета ее растерянные мокрые глаза не давали мне покоя нужно как то утешить ее однако что то удерживало меня мешало подойти к ней пойдем не дожидаясь меня полина быстро ушла из кабинета на что я за тряпка то как так и не смог ее успокоить и какой же мужчина после этого лишь мальчик неприятная ситуация школьный день был ужасно скучные уроки мерзкая катя расстроенная полина и я который не смог поддержать свою подругу вздохнув я понял пора домой а так так и а и и и и неужели я причинил ей боль моей моей по ней а уже присваиваешь ее себе ну да ладно она все равно именно как я по ее горящим щечком сразу понятно что все-таки какой-то симпатию она испытывает к тебе только от одной подобной мысли сердце было готово разорваться в клочья почему это страдаю из-за нее почему она единственный человек который искренне хочет общаться со мной который понимает меня и готов выслушать мне нужно позвонить ей срочно а номер я же его не знаю почему я такой неудачник катя была права я никчемен а ведь я был в так близ близок к ней так близок инцидент в классе музыки терзала никак не хотел выходить из головы неужели полина и вправду дружит с рома почему она не рассказывала мне об этом раньше поисках ответа я стал наворачивать круги по комнате возможно это все-таки катины бредни чтобы рассорить нас ну блин нет она уже намекала и на это что она знакома с ромкой значит возможные слова о дружбе тоже так скажем могут быть не ложь полина бы не стала дружить с такими хулиганами как же это смирного достала я конечно хочу примириться с ней хоть как-нибудь но вряд ли это возможно да и после сегодняшнего дня почему рома ой то ваша и так низом незаметно пришел привет оль и остановился и грустным голосом поприветствовал сестру плюхнувшись на кровать как твой день прошу как твой день прошел представляешь мы сегодня с мамой и папой пошли гулять о оля не шутит ты серьезно даже с папой серьезно серьезно папа с работы пораньше вернулся странно почему-то я не заметила в обуви в прихожей только мама меня укутала все что аж ходить было трудно зато тепло а где сейчас папа он помог маме какие-то коробки перетаскать а потом они уехали в какой-то большой магазин большой магазин а папа когда проезжал мимо твоей школы заехал продуктовый и увидел рекламу большущего магазина там все есть и куклы и кассеты с мультиками папа проезжал мимо школы как хорошо что я не пришел с ромой и бяшей иначе бы отцу уже рассказали бы о моем прогул а мои оба мои оба моей прогулки мама изначально и хотела ехать на почему-то передумала может и мы тогда погулять пойдем не ожидав такого предложения от оле я не нашел что ответить ну пожалуйста 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 но антоша олены круглые глазин глазенки давали давили на жалость так что отказать язык и поворачиваться однако моя усталость после школы тоже давала себе знать пошли нафиг все не 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 пошло это все нафиг согласиться разумеется вперед соли погуляем наконец это новые интересные вещи отказываться от этого я не хочу согласиться ладно хорошо но всего на полчасика все-таки именно вот смех и вот такие вот короткие фразы все-таки есть спасибо антоша оля радостно топая ногами быстро убежала вниз странно что мама разрешила ей погулять на улице но она и к лучшему сестра и так много времени просидела в четырех стенах превозмогая усталость в коленях я встал и пошел за олей ладно надо будет когда на улицу выйдем сделаю скринч коридоре я помог ей надеть курточку а потом оделся и сам пухлые белые щечки оли очень забавно выпирали антоша может я без шарфика пойду ага ты хочешь заболеть не хочу значит пойдешь с и шарфиком но не честно это все ты сам почему-то без него ты сам почему без него хочешь я уже большой мне труднее заболеть да какой ты большой такой же пупс как и я поле недовольно нахмурилась когда я пупс побольше ладно все идем или ты передумала ничего я не передумала обиженно воскликнула воли ну тогда пошли ну тогда пошли мы вышли из дома я рад что ли изредка но хотя бы изредка но хотя бы будет гулять и мультики уже давно пересмотрены и из игрушек она вырос вырастает а еще я из окна лисичку видела я пешил лисичку да это была девочка твоего возраста красивые маски и шубки я хотелось не поговорить но мама но мама запретила спасибо тебе мам оль не надо к ней подходить ни в коем случае слышишь поле слегка отступила антоша ты чего она злая она хочет утащить нас в лес опираясь на рассказ полиной я пытался предостеречь с труб не слушай ее не смотри ей в глаза она опасна я уверена что она добрая у нее такая милая собачка собачка она ее жулькой называет вспомнив как рома пнул жульку я обрадовался что с ней все в порядке просто доверься мне ладно ради мамы ну если ради мамочки ладно хорошо но если ты нарисуешь мне динозаврика ты мне давно еще обещал хорошо нарисую как придем домой во красиво занять надо все-таки потихонечку создавать скрины простить что делаю это во время видеоролика просто так просто легче будет не надо будет еще раз перепроходить и заходить в игру я повел олю по лесной тропинке а затем свернул в левую сторону ого какие здесь за корючки и о чем оля показала пальцем на голые деревья скорчившийся от беспощадного холода морозной зимы ага ты еще коряги ты еще коряги а можешь мне свою школу показать и почему же им именно школу интересно посмотреть какие-то и двойки получаешь оля хитро посмеялась я вообще-то хорошист ладно пойдем но ненадолго заодно поселок тебе покажу оля миоли миленько шагает шагает по троп по протоптанному снегу я с уставшим выражением лица следую за ней нет проблем нет забот их не ценил я то время когда был мелким очень долго до школы идти и ты каждый день так я уже привык зато часто на свежем воздухе бывая а у меня носик от этого свежего воздуха уже замерз всяко лучше домашние духа ты мы подошли к поселку не хочу домой возвращаться он воет он воет скрипит и кряхтит я тебя понимаю оль хочу вернуться в уютную квартиру а как же шумные соседи если честно я уже соскучилась по перфоратору дяди петя перфоратору до перфонатору а я даже ее на автомате правильно прочитала там неправильно специально было глядя на улыбку своей сестры я сам невольно улыбнулся как мало ей нужно для радость всего лишь выйти погулять о кого вы встретили ой антон не ожидала тебя увидеть полина подошла ближе мило улыбаясь посмотрела на волю антоша а это кто полин вопрос поставил меня в ступор а это это одноклассница моя улыбка полина исчезла после чего она пустила глаза да мы в одном классе учимся грустно сказав полина улыбнулась и вновь а как тебя зовут милашка поля посмотрела на меня а я одобрительно кивнул меня уволе завод а тебя а меня полина поле широко улыбнулась а ты будешь моей подружкой а то у меня вообще друзей нет конечно будут конечно буду твоей лучшей подругой антон ты слышал ура у меня есть подруга ха 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 полина и оля мило общались заставляя улыбку на моем лице сиять еще больше ой полина а ты придешь к нам в гость олен вопрос дорисован адресованы полине заставил мои щеки по погроветь конечно воленька если твой брат будет не против не переживай антоша не против не будет давить посмотрев на волю я затем на а затем на милую улыбку полины я еле выдавил из себя несколько слов да конечно приходи и опустил глаза вниз и стал шкрябать ногой ледяную курочку а засмущался как оля перестань весь покраснел слава полины кинули меня в жар мне одновременно и нравилось быть рядом с ней и в то же время было некомфортно ощущать себя стеснительным ботаником ладно ребята я пойду дела не ждут так быстро мы даже не обсудили любимый мультик оленька я обязательно приду к вам кости и мы обсудим все все твои любимые мультики обещаешь обещаю антоша а ты любишь полину вот я только я ожидал что этот вопрос вкус плывет я оставил бенел полина видимо тоже ладно я пойду пока воли пока воли пока антон полина попрощавшись быстро ушла и что-то не так сказала еще как это же позор чем ты думала и я сделал глубокий вдох нет оль все нормально пойдем домой как так ты любишь ее боль понимаешь и в жизни не все так как у твоих у твоих кукол просто так жизнь счастлива нельзя жить счастлива нельзя а что не так полиночка милая добрая очень красивая а что же я а ты мой брат вот так спасибо а если я твой брат значит для меня в этой жизни все двери открыты ну пожалуйста попроси ее хотя бы прийти в гости я же знаю что ты тоже этого хочешь хочу еще как но хочет ли этого полина да и слова катя насчет их отношений с ромой звучали правдоподобно хотя полина дала обещание воли я я попробую ура спасибо антоша но обещать ничего не могу ну чтож вот мы и вернулись домой и на этом месте к раз таки можно и закончить вот мы и вернулись отличное место концовка закончим тут а здесь вам понравилось мне твой бы какое же удовольствие снова погрузиться в эту новеллу так еще и снова без сценками новые диалоги развить отношений приятно хотя конечно алис что-то не видно вообще я конечно понимаю что ну так скажем алиса хотя скорее всего она продал по я будет появляться только более час только в пути ромки так как как говорится после с ними у нас отношения завязаться могут дружеские только если мы алису выберем а если полину то у нас будет вражда за этого вот так вот все выходит ну ладно надеюсь вам понравилось ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии предлагаете игры для прохождения критикуете обсуждаете сюжет на волки но именно что вам нравится в ней буду рад своим поболтать заглядите заглядывайте в описании там будет ссылочка на мой дискорд сервер и не забывайте жать кнопочку подписаться на колокольчик и с вами я конечно же не прощаюсь скоро увидимся